Вообще я уже говорил о том, что израильская армия, точнее сухопутные силы Израиля пережили много волн сокращений и израильская артиллерия этого тоже не избежала. Вообще израильская артиллерия, к великому сожалению, последние лет 25 была таким бастардом в армии, которая обеспечилась и финансировалась буквально по остаточному принципу. Если даже танкисты получали новые танки Меркова-4, в том числе Меркова-4 Барак, если пехота получала новые там бронетранспортеры на МЭР и Эйтан, то артиллерия вот как работала на гаубицах М109, так вот на них собственно по сей день и работает, но в какой-то момент на это обратили внимание и начались в этом отношении определенные разработки. Основное орудие израильской артиллерии по-прежнему это М109 Догер, она называется точнее в Израильской армии, но это вроде как мчащийся, если можно так, или гонщик, наверное, вот так можно перевести с Иврита. Это хорошая пушка, тут спору нет, но уже очень давно использующаяся и морально устаревшая. В 1971 году поступили на вооружение первые вот такие установки и вот с тех пор они палят без перерыва и соответственно, в общем, надо их уже менять так по-хорошему. Кроме этого было существенное сокращение вот как бы списочного состава, на сегодняшний день в армии остались, это не секретные сведения, это все есть в открытой печати, 4 дивизиона артиллерии, срочной службы имеется в виду, это 4 дивизиона, по 3 батареи, по 6 пушек в каждой. И, ну, я так полагаю, что 2 на северный округ и 2 на южный военный округ. В центральном военном округе, который оперирует преимущественно в Иудее и Самарии, то есть на палестинских территориях, там особая артиллерия пока во всяком случае не нужна. Вот так вот, конечно, по-хорошему, вот если посмотреть на события нынешней войны, север, юг там и так далее, то по-хорошему нужно иметь 4 дивизиона в каждом военном округе. Ну, как минимум в северном и в южном, да, вот сейчас, не дай бог, начнется война на севере, то все эти 4 дивизиона надо, по идее, отправлять туда, ну, плюс резервисты, естественно. Потом один дивизион нужно будет оставить на границе с газой на всякий случай, потом нужно будет прикрывать границу с Сирией, там постоянно что-то происходит, и артиллерия там периодически работает. Мало ли где что произойдет, и вот нужно иметь большое количество артиллерии, постоянной готовности, все было исправно, все работало. Вот для этого артиллерию нужно увеличивать, потому что та же война в Украине показала, насколько это мощный вообще инструмент в войне. Теперь надо учесть эти ошибки, вот это очень важный момент. За время своей службы Догаэры прошли очень много модернизаций в Израиле, преимущественно они касались систем управления огнем, компьютеризации, вот там вот этих вот штурвальчиков, которыми там, значит, крутили и наводили эту пушку. Все это переключилось на гидравлику и компьютерную систему ввода данных, когда офицер батареи артиллерийской вводит данные прям во все пушки одновременно и может управлять их работой плюс-минус. Были модернизации, касавшиеся внутреннего покрытия стволов, для того, чтобы они дольше как бы жили, потому что стволы, в общем, изнашиваются, их нужно менять периодически и так далее. Короче говоря, в общем, М109 себя полностью исчерпали, но надо сказать, что есть еще резервистские артиллерийские дивизионы, они тоже есть, они существуют, у них есть гаубицы, при необходимости их призывают, призывают на сборы, на учения и так далее. Но вот прям постоянной готовности было всего 4. Это, конечно, чрезвычайно мало, но, опять же, упор был на авиацию, ракеты, всякие хитрые спецназы и так далее. В общем, в этой концепции израильский генштаб так и барахтался какое-то время, пока вот сначала война в Украине, а потом и наша война не показала, что нужно много всего. Много танков, много пушек, много снарядов, много солдат там. И вот, собственно, параллельно с этим велись разработки по нескольким там направлениям. Занималась этим, в частности, компания Эльбит, Эльбит Систем. У нее есть подразделение, которое имеет такое неблагозвучное название Эльбит Ябаша. Ябаша это вообще, как сказать, суша. Ну, то есть это подразделение Эльбит, которое разрабатывает оружие и технику для сухопутных войск. Вот откуда берется это неблагозвучное такое название. И они разработали гаубицу Ро-М. Ро-М это переводится как, ну, я бы перевел как громовержец, например. Вот такое вот красивое название. Суть как бы новой системы заключается в том, что она полностью автоматизирована и компьютеризирована. Если в М109 экипаж 6 человек, там есть в том числе вот подносчик и заряжающий, тот, кто таскает на себе там вот этот снаряд постоянно, да. И это, кстати, влияло на скорострельность. Я вот сегодня говорил с одним своим товарищем, он служит в артиллерии. Сейчас резервист-артиллерист, он служил вот на этих М109. И он говорит, что по мере стрельбы, вот чем больше снарядов выпускает оружие, тем больше подносчик устает, тем больше, тем, соответственно, снижается скорострельность. Но в принципе у М109 скорострельность считается максимальная 6 выстрелов в минуту. Но не всегда удается достичь такого темпа огня. Ро-М имеет темп огня 8 выстрелов в минуту. То есть в принципе один Ро-М может заменить собой, как считается, 2 М109. То есть вместо батареи из 6 пушек достаточно иметь 3 вот этих гаубицы Ро-М. И они их полностью заменят по части плотности огня. Дальность огня, то есть досягаемость цели тоже гораздо выше. В среднем у М109 20 километров, у Ро-М 40 километров. Если это использовать снаряды типа Excalibur, есть там аналогичные разработки и в Израиле тоже, то до 80 километров достигает. То есть пушка обладает колоссальной абсолютно мощностью. И она, еще раз говорю, полностью автоматизирована и компьютеризирована. Поэтому экипаж у нее вдвое меньше. Всего лишь 3 человека. Водитель, командир и, соответственно, стрелок-оператор. Задача стрелка-оператора ввести данные на компьютере, выбрать тип снаряда, тип заряда. Там есть 4 модуля зарядов. Они отличаются мощностью. Когда стреляешь на 5 километров, тебе не нужен мощный заряд, чем если ты стреляешь, скажем, на 30 километров. Туда нужно гораздо более мощный, чтобы докинуть болванку снаряда. Так вот, стрелок-оператор все это дело туда вводит. Нажимает кнопку и пушка в автоматическом режиме выпускает столько снарядов, сколько будет ей задано. Вот буквально это происходит следующим образом. Калибр у нее классический. 155 миллиметров. Тот самый натовский. Сто лишь разница, что там используется вот эти вот системы модульных зарядов. Используется компьютерная система наведения. Все это вот создавалось в компании Elbit в сотрудничестве с другими компаниями тоже израильскими. И в результате получилась вот такая полностью компьютеризированная и автоматизированная пушка. Считается, что в экипажах РОЭМ могут быть даже девушки, поскольку там не требуется такого тяжелого физического труда, как в М109. Ее переход из походного положения в боевое занимает 60 секунд. Вот за одну минуту пушка останавливается, опускает такие опоры и может вести огонь. То есть она очень быстро может выехать на огневую позицию, отстреляться и уехать до того, как противник сумеет ее обнаружить и либо контрбатарейной борьбой ее контрбатарейным огнем накрыть, либо отправить туда дроны какие-нибудь, камикадзе. Это вот в условиях современной войны, особенно угроза дронов, она становится такой довольно серьезной. И поэтому вот этот момент тоже поможет выживаемости этих пушек на поле боя. Производиться она будет в Израиле, но на базе грузовика «Ошкош». Это американский грузовик, вот для военных нужд в частности. Вот она на его базе будет создана. Вообще в Израиле велись, очень много велось всяких разработок, связанных с артиллерией. Вот на базе «Мирковые» в частности, создали самоходную установку, там создавали на базе трофейных танков и так далее и тому подобное. Но абсолютное большинство этих разработок не пошли в серию, либо послужили заделом для модернизации артиллерии какой-нибудь страны. Чем занимались израильские фирмы, вот в частности в свое время работали в Южной Африке, помогая модернизировать южноафриканскую артиллерию. В Восточной Европе тоже очень много работали. Но вот чтобы это дело все прям дошло до собственной вот такой вот разработки, серьезной, вот это не впервые. Есть гаубица от МОЗ-2000, вот я про нее рассказывал, про нее делал совершенно отдельный ролик. Она тоже развивается. И долгое время все эти проекты и от МОЗ, и РОЭМ, они вообще предназначались для экспорта. Это все вот та же история. Свои будем стрелять из М109, а на экспорт будем отдавать вот эту всю красоту. Но война внесла свои коррективы, все эти разработки очень быстро задвигались. И вот уже вот в этой войне в газе использовались в частности и РОЭМы, и от МОЗ. В небольших количествах, больше в таком экспериментальном порядке, но вот их решили опробовать в боевых условиях. Вот тот самый мой товарищ артиллерист, который воевал в газе, сейчас он был и на севере, и в газе, он на азербайджской службе провел там почти 200 дней. Вот он рассказывал, что он видел там и те, и другие, и вот они стреляли. И там есть определенные недочеты, есть определенные проблемы, их дорабатывают. Это всегда так происходит. Обычно, когда вот производят какую-то систему вооружения, она проходит испытания сначала в фирме-изготовителе, потом установочную партию, какое-то количество, небольшое, передают в войска. Войска их эксплуатируют вот сами, как они это обычно делают в таком рабочем режиме, выявляют какие-то недоделки, недостатки, недочеты, отправляют этот отчет на завод, ну, в смысле, в бюро фирмы на завод, и там это все дело исправляют. Иногда это происходит прямо вот в ходе поставок. Поэтому одна партия оружия может отличаться от другой партии оружия. В этой нашли недостатки, в этой уже исправили и так далее. Вообще, израильская артиллерия себя в этой войне показала очень даже хорошо, несмотря на свою такую немногочисленность. Но, тем не менее, если почитать вот рассказы танкистов и пехоты, после начала наземной операции в Газе, первые дни они двигались вот под прикрытием такого массивного, массированного, точнее, огневого вала, который все там сносил перед ними, и они практически не встречали сопротивления. Потом уже, когда втянулись в узость вот этих улочек, там, какого-нибудь города Газы, там, или Саджаи, вот что-нибудь в этом роде, там уже, конечно, начался такой близкий контакт с террористами, начались уличные бои, но до этого артиллерия обеспечила им такой вот безопасный проход вглубь сектора Газа, когда рассекли Газу напополам, захватив коридор Ницарим, когда двигались от пляжа Зеким в сторону Карни, вот по побережью и так далее, вот там артиллерия отработала просто на отлично. Параллельно с этим выяснилась проблема, но она, в общем, не новая абсолютно, это недостача боеприпасов, с этим сейчас в Израиле начинают работать активно. Вообще Израиль производил снаряды артиллерийские, но производил их очень мало, там порядке 6 тысяч в год выпускала компания Эльбит, 6 тысяч в год. На этой войне 6 тысяч расстреливали в неделю, то есть за месяц 4 годовые нормы боеприпасов выпускали. Это совершенно колоссальное количество, а склады, вот эти стратегические склады Пентагона, они были здорово подвычерпаны, потому что пару лет назад отправили из них две трети снарядов, которые на них были, отправили в Украину. Никто не против того, чтобы помогать Украине, боже упаси, но за эти два года можно было бы чуть-чуть почесаться и эти склады пополнить, понимая, что когда-то они понадобятся. Но вот как-то особо не чесались, и вот только незадолго до начала войны, имеется в виду до 7 октября, компания Эльбит подписала с Министерством обороны такой меморандум об увеличении производства снарядов. Но пока они там раскачивались, пока они там свои линии строили, запускались, не успели к началу войны, сейчас-то работа продолжается, Израиль будет производить снаряды, но даже если он их будет производить в три раза больше, скажем, 18 тысяч в год, это все равно ни о чем. Вот этот мой товарищ артиллерист говорил о том, что его дивизион выпустил за время войны в Газе, за время пребывания в Газе 16 тысяч снарядов. То есть буквально за несколько месяцев они расстреляли опять же будущую годовую норму производства. Поэтому с этим, конечно, что-то надо делать, но эта проблема характерна не только для Израиля. Эта проблема характерна вообще для всего мира. Снаряды 155-го калибра в мире сейчас это такой очень востребованный товар. Линии производственные только-только начинают раскручиваться. Украина потребляет огромное количество этих снарядов, выпускает огромное количество, и поэтому с этим надо что-то делать и что-то с этим пытаются сделать. Но военно-промышленный комплекс он как-то долго очень раскручивается. Западный, ну и израильский не исключение. Но вот слава богу, что новые разработки сейчас, которые предназначались вообще-то на экспорт, там даже проводилось такое показательное выступление вот этой гаубицы. Она отстреливалась там на одном полигоне и туда собрали всяких представителей там различных зарубежных компаний, фирм там военных, атташе и так далее. Вот она там продемонстрировала высокую точность, мобильность, скорострельность и так далее. Но сейчас, конечно, приоритет отдается израильской армии. Сейчас все новые системы, все новые вооружения поступают прежде всего в ЦАХАУ, а уж потом они пойдут на экспорт, несмотря на то, что все равно израильский ВПК загружен заказами примерно на 10 лет вперед. Вообще и эта война, и война в Украине просто вот загрузила со страшной силой израильские ВПК работы. Изначально Роэм создавался для того, чтобы его габариты соответствовали железнодорожным платформам в Европе. Для того, чтобы сделать его таким экспортно-привлекательным или импортно-привлекательным, как правильнее сказать, даже не знаю. Для того, чтобы европейские страны его покупали, он, конечно, будет конкурировать со всякого рода шведскими, например, производителями. Гаубица Арчер шведская тут, конечно, по праву считается одной из лучших в мире. Хотя, насколько я помню, у Роэм больший боекомплект, чем у Арчера, но он там не принципиально больше. 48 снарядов у нее в боекомплекте. Но вот будет некоторая такая конкуренция с различными производителями. Например, поляки покупают сейчас южнокорейские пушки, другие европейские страны закупают там, в частности, шведские орудия. Там Дания переходит на другую артиллерию и так далее. То есть, в принципе, рынок, благодаря войне в Украине, очень сильно развился и расширился и большой спрос на артиллерию. Так что, в принципе, у Роэма, наверное, большое такое экспортное будущее. Хотя, еще раз повторю, сейчас в приоритете израильская армия. Нужно увеличивать количество стволов в артиллерии, нужно развивать ствольную артиллерию, нужно развивать ракетную артиллерию, которая вообще была заброшена совершенно и никто этим не занимался. По идее, нужно развивать ракеты средней дальности для того, чтобы не летать, бомбить там порт Хадейда, запускать там ракеты по террористам, что-нибудь вот в этом роде. Но посмотрим, опять же, как все это дело будет развиваться. Во всяком случае, еще раз повторю эту мысль, все эти разработки очень сильно задвигались. Очень сильно. Вот как бы и эта война, и война в Украине придали им такой чрезвычайно сильный буст. Сразу появились деньги, сразу началось финансирование, сразу началось продвижение. В общем, так бывает, к сожалению, что война является таким двигателем всех этих вещей. Войны, к сожалению, происходят, поэтому оружие приходится делать. И вот Израиль в этом смысле очень сильно сейчас развивает свой ВПК для того, чтобы и снизить зависимость от иностранных поставщиков, хотя наш основной поставщик это Соединенные Штаты, и для того, чтобы зарабатывать деньги таким образом. Оружие сейчас на мировом рынке пользуется, конечно, гигантским спросом совершенно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok